Я очень отождествляюся со словами Марка, с которыми он начал Пороша Чавуа. Очень тяжело, знаете, сосредоточиться, когда что-то тебя беспокоит, когда у тебя те же родственники или друзья находятся, и ты понимаешь всю опасность и все положение. И это примерно те же слова, о которых Женя когда-то проповедовал несколько недель назад, когда говорил, что вот когда коронавирус начался, наша реакция, она пропорциональна тому, что мы в себя впускаем. И ты можешь реагировать естественным путем, если атака на тебя идет, и ты впускаешь в свое сердце в волнение, впускаешь страх, то таким же образом ты реагируешь, и таким же образом будут отражаться твои действия. Или ты впускаешь мир Божий. И знаете, в теории, то есть это очень легко говорить, но когда дело доходит до практики, очень сложно это принять и найти вот этот вот Божий мир. Потому что мы понимаем всю ситуацию, которая сейчас происходит. И вот этот страх, война. И в любой войне всегда есть жертвы. В любой войне есть люди, которые страдают, есть раненые, есть погибшие. В любой войне это происходит. И вот когда сегодня Леон говорил и привел пример про Элисея, когда он стоял с Гиезией вместе, и тот ничего не видел, его глаза были закрыты, но он видел духовный мир, который защищает его. И представьте ситуацию наоборот. Что происходит, когда ты воюешь с невидимым врагом? Насколько это опасно? То есть та армия, которая шла воевать тогда, захватывать Израиль, пошла захватить пророка, они не видели, какое огромное войско с этими огненными колесницами, какая армия там стоит. И война с невидимым врагом, она намного-намного опаснее. Ты не знаешь, откуда в тебя прилетит, как укрыться, как защищаться, что делать, кто тебя вообще атакует, с кем ты воюешь. Иногда впредь до того, что ты даже не знаешь, кто твой враг. И вот сегодня я хочу поговорить больше даже не на тему войны. Я хочу немножко сдвинуть наш взгляд, но это будет этого касаться. А поговорить, что нам делать, чтобы держать себя, как говорится, в кошере, держать себя в тонусе, держать себя в форме, чтобы правильно среагировать в нужный день. И вот на прошлой неделе Леон тоже затрагивал немного эту тему. И говорит, мы иногда вот себя ведем определенным образом, мы поступаем, мы знаем, как мы должны поступить, как правильно поступить. Но когда приходит стрессовое состояние, ты не всегда знаешь, что ты сделаешь на самом деле. И вот в таком состоянии, естественно, начинает испытываться и проявляться наша настоящая вера. И я думаю, что сегодня то, что происходит в Украине и то, что проходят многие верующие, которые находятся там, для них это тоже своего рода стрессовая ситуация. Как они себя ведут, какие вопросы сегодня они задают и Богу, и как реагируют на все окружающее. Что впускается в их сердце, а что нет. Все это зависит от того, как мы ведем себя день-день. И вот я сегодня хочу как раз вот об этом поговорить, как держать себя в такой вот тонусе, скажем так. Представьте такую ситуацию, что едет танк, и стоит человек против этого танка, у которого нет никакого оружия. То есть как он может с этим бороться? Когда летит какой-то самолет, и тебе вообще там нечем защищаться, нету даже никакого бомбоубежища. Если у тебя нет никакого оружия, то, естественно, тебе будет очень тяжело противостоять. И поэтому важно понимать, что у нас в этой войне, которая духовная, невидимая война, о которой говорит вот Павел в Писании, о которой много говорится в Писании также, не только Павлом, она, эта война, она происходит, и у нас есть враг вот этот вот невидимый, с которым мы боремся. Но у нас также есть оружие, которое даровал нам Господь, чтобы мы могли его использовать. И если на тебя едет танк, а сзади у тебя стоят 10 танков, и ты можешь обороняться, то у тебя, естественно, есть сила. Если у тебя сзади стоит целый аэродром самолетов, которые ты можешь запустить в нужный момент, то, естественно, у тебя есть сила, может, враг еще задумается, стоит ли ему наступать на тебя или нет. Но представьте другую ситуацию. Вот стоит у тебя эти 10 танков, но у тебя твои снаряды уже давно сгнили. Ты его засовываешь, чтобы стрельнуть, и твой танк взрывается. Гусеницы развалились. Танк не способен вообще никуда ездить. Пушка, которая должна поворачиваться, она настолько заржавела, что не может вообще крутиться ни в какую сторону, и ствол направлен в другом направлении. Самолет, который должен взлететь, у него дырявый бак, и не работает доска управления. Можно победить войну в такой ситуации? Как вы думаете? Навряд ли. Врагу не страшна твоя армия, которая, не то что армия, а твой нэшик, твое оборудование, потому что оно просто не способно ничего сделать. И вот, к сожалению, наш нэшик, духовный нэшик, наше оружие духовное, оно иногда напоминает примерно такое же состояние. И мы должны заботиться о нем, чтобы в нужный день все работало, чтобы в нужный день мы могли среагировать правильно. Солдат, который находится на войне, он ложится спать в военной форме, его оружие всегда находится рядом с ним, его оружие готово к бою, что когда нужно, он спрыгнет, он его возьмет, и он уверен, что оно будет стрелять, потому что по 10 раз в день он его прочищает. Но, к сожалению, наше оружие не всегда находится в таком состоянии. Я хочу прочитать стихи, которые на позапрошлой неделе Исаак читал, про то оружие, которое есть у нас. Это послание Эфесянам, 6 глава, я читаю с 10 стиха. «Укрепляйте себя в единении с Господом, Его мощью и силой. Наденьте Божьи доспехи, тогда вы сможете устоять перед кознями дьявола. Потому что мы ведем бой не с людьми из плоти и крови, а с началами, с властями, вселенскими повелителями этого мира тьмы, с духовными силами зла в небесном мире. И поэтому наденьте Божьи доспехи, чтобы у вас хватило сил противостоять им в черный день и выстоять все, преодолев». То есть вот Господь, Он дает нам особенное оружие как раз вот для такого дня. И вот это вот оружие, которое здесь дальше перечислено, я думаю, многие из вас знают и знакомы с этим оружием, оно должно быть готово к бою. Оно должно быть где-то рядом под рукой, что ты можешь его достать. Представьте, вот здесь дальше идет перечисление. У нас есть там пояс истины, у нас есть броня праведности, у нас есть ноги, которые готовы, чтобы говорить о мире. У нас есть щит веры, который мы можем использовать, который может угасить стрелы, как написано, лукавого, шлем спасения. И самое главное – меч. Меч, который является Словом Божьим. Все в основном это, оно для защиты. Но меч – это то, с чем мы еще можем хоть как-то воевать. Апостол Павел, я думаю, почему он привел именно вот эти вот места, именно вот эту вот одежду. Потому что в его время не было самолетов, которые летают и кого-то бомбят. Не было, может быть, таких бомбоубежищ, как сегодня, в которых ты укрываешься от ракет. Не было танков, которые едут. Если бы он жил в наше время, я уверен, он бы привел какие-то другие примеры. Но много лет своей жизни он провел рядом с римскими солдатами, которые сопровождали его, которые охраняли его. И он все время на них смотрел. Он смотрел, как они выглядят, в чем они одеты, как они это используют. И вот эти примеры он сравнил с какими-то духовными вещами, которые Господь нам дает, чтобы сражаться. И вот я сегодня хочу узнать и поговорить действительно больше о том, как мы теряем нашу форму, как мы загубляем те вещи, то духовное оружие, которое Господь нам даровал. Иногда человек себя обнаруживает в таком состоянии, что он проснулся утром. Это такой аллегорический пример. Что он проснулся утром, открыл глаза, смотрит вокруг. Вся квартира опустела, все вынесли, всю мебель. Дети похищены. Пропали, потому что враг забрал их. Он думает, как это так? А потом начинает, раздумывая, понимать, что так он же сам пригласил врага в свою жизнь. Он же сам оставил ключи в замке снаружи, чтобы тот спокойно мог закрыть. Он же сам не уберег своих детей. Это аллегория, но наистине она отражается в нашей вере и в потере наших детей, которые уходят в мир, который оставляют Господа. Мы думаем, что они сами собой вырастут, будут верующими. Так оно не происходит. Потому что мы сами ведем себя определенным образом, позволяя врагу атаковать нас, забирать у нас все, грабить нас. Это мы позволяем сами своими действиями. Потому что мы сами находимся не в готовности, не в боевой готовности, и даже зачастую не знаем, куда мы засунули свое оружие. Как это происходит? Я хочу провести больше сегодня много разных примеров из нашей жизни, реальной жизни, которые вот так вот нас отодвигают, скажем так, от Бога, или которые портят состояние нашего оружия. Мы иногда сами снимаем наш шлем спасения. Почему? Потому что его тяжело носить. Мы ложим щит в сторону, потому что он такой тяжелый, тяжело обороняться. Еще, может, надо в позу в какую-то вставать. Намного легче без доспехов. Ты откладываешь их сегодня, думаешь, ну ладно, но здесь рядышком где-то находится со мной. Если что, я возьму. А потом думаешь, зачем оно надо? В Махсан туда положу. У кого-то из вас есть вещь Махсан? Большой такой Махсан, в котором куча-куча вещей. Поднимите руку. Ну, у кого-то поменьше, у кого-то побольше. А теперь скажите мне, когда вам нужно было найти какую-то специфическую вещь? Насколько легко вам было ее достать? Ну, Саша, проблема, да, была? Проблема. То есть это не то, что мы можем быстро вытащить и применить к бою. Ты даже не знаешь, где оно, куда ты это положил и чем оно завалено. Опять-таки, это какие-то примеры, которые я вам привожу о нашем оружии, которое мы сами снимаем с себя и отдаляем от себя. И ложим, чтобы нам легче было в этой жизни жить. Да, начну давать вам несколько примеров. Иногда бывают такие обстоятельства, действительно обстоятельства, когда ты прогулял собрание. Ну, так получилось, ну, получилось, действительно, есть какая-то причина. Ты прогулял собрание, и тебе даже где-то совесть говорит, да, было это не очень хорошо. Ну, ладно, есть причина, бывает разная. Иногда ты, может быть, даже очень-очень-очень сильно устал. Ну, это же тяжело в собрание прийти, тут же надо же тяжело работать, поэтому нужно отдохнуть. Ты очень сильно устал, ты берешь время отдыха. Нормально, причина есть. Особенно, когда в наше время, когда у нас есть онлайн, и ты можешь спокойненько посмотреть это дома. Это сразу объяснение, которое ты себе даешь. Ну, это же не страшно, что я прогулял. Я могу сегодня онлайн лечь и посмотреть, лечь. Я уверен, что многие из вас, когда находились дома, ты лежишь на диване, смотря собрание. Есть такое? Есть, я знаю, есть. Особенно дети лежат, укутался одеялом, хорошо, приятно, лежишь, смотришь онлайн. Когда ты здесь, ты не лежишь тут на двух, на трех стульях, ты ведешь себя совершенно по-другому. Но дома ты себе начинаешь позволять больше вещей. Тебе удобно, тебе приятно, и тебе это начинает нравиться. В следующий раз ты говоришь себе то же самое, а что мне идти? Мне тут намного удобнее, мне никто голову не морочит, никто мне какие-то лишние вопросы не задает. Я себе лег, мне тепло, мне хорошо. И ты, во-первых, начинаешь терять связь с людьми, потому что Господь, Он призвал нас быть одним телом, которое взаимодействует и работает друг с другом. Написано, что каждый из нас мы члены, которые работают друг с другом, которые где-то совмещаются, помогают и поддерживают. А онлайн нормально, я виртуальный верующий. Хорошо, у меня есть община, я к ней принадлежу. Я могу даже в Тиюль поехать, когда надо. Это же классно. То есть мы начинаем терять вот это вот уважение перед Господом. Страх Господень мы начинаем терять. Если здесь хоть ты стоишь и прославляешь, поднимите руку, кто из вас, когда смотрел дома онлайн, стоял и прославлял Господа. Яфе. Боимед, коля кавод. Потому что большинство этого не делают. Ты сидишь, ты прославляешь. Это происходит сидя, иногда даже лежа. И к этому мы привыкаем. И если мы держим себя в тонусе, в вере, как я сказал, да, то и дома у себя, если у тебя еще сохранился вот этот страх Божий, уважение к Господу. Ты стоишь, ты прославляешь его, может на ногах, может на коленях, может еще как-то. Но это совсем другое отношение. Но вот эти вот вещи, когда ты начинаешь себе раз, позволил один раз, потом второй раз. Потом третий. И у тебя уже есть полностью очень много-много объяснений, почему это сделать правильно и даже нужно. И это нормально. Это то же самое, как ты начинаешь снимать с себя вот этот вот мешек оружия, которое даровал тебе Господь. Ты его откладываешь все дальше и дальше и засунул в Махсан, а потом совсем завалил вещами. Это примерно вот такая вот параллель. Может быть, другой пример. Ты опоздал. Ехал, опоздал, панчер, произошло. Бывает, у каждого бывает. Я опаздывал. Бывает. Все мы опаздываем где-то. Я вот сегодня смотрю, не сегодня, а бывает даже зачастую. Люди приходят в 12.30 на собрание. Нормально. Ничего страшного с их стороны. В 11.30. В час могут прийти, когда уже все идут в кафетерий. Тоже хорошо. Хоть кофе успел попить. Нормально. То есть ты опоздал немного. Бывает. Бэмет бывает. Бывает. Но вопрос, что ты с этим делаешь? Как ты начинаешь дальше поступать? Потому что всегда, когда ты что-то сделал, человеку психологически он требует, он так устроен, что он должен дать объяснение. Он должен дать не то, что объяснение, а оправдание. Его первым оправданием, естественно, будет то, что у него была какая-то реальная причина. Но что происходит вместе с этим? Ты пришел, опоздал. Ты говоришь, ой, не страшно. Там вступление я пропустил. Ну, что-то там сказали, ладно, не важно. Я же зато вот на Порошат-Шавуа попал. А потом вдруг происходит так, ты говоришь, ой, ну Порошат-Шавуа, да ерунда там, непонятно, что они говорили, этот Ветхий Завет или еще что-то. Тоже не страшно. А в следующий раз ты уже приходишь к самой проповеди и говоришь, ну, прославление я и так не прославляю, мне и так хорошо, что мне приходить? Лучше действительно буду к проповеди приходить. Вот Слово Божье послушаю, это важно. А все остальное, это так ерунда, там кто-то что-то сказал. Нашим опозданием, маленьким, но которое мы берем себе на учет и повторяем его, мы начинаем обесценивать Божье служение. Представьте себе только на минутку священника, который служит в храме. Вот сегодня вся Порошат-Шавуа, и то они сделали, и там жертвенник такой, и еще что-то. И вот священник, он каждое утро заходит, то он свечи зажигает, потом хлеба выносит, там он омовение прошел, там еще что-то. По идее, священники это мы, каждый из нас. Но ты начинаешь обесценивать вещи, ты говоришь, зачем я буду эти свечки каждый день зажигать, как священник? Хлеба выпек и нормально. Зачем оно мне надо? Или омыться, ну не успел, ладно, пойду там дальше что-то делаю. То есть мы начинаем обесценивать какие-то вещи, которые Господь устраивает для нас. Это не важно, то не важно. Все начинает терять свою ценность. Но мы не только это теряем, мы не только обесцениваем вещи, мы можем потерять особенное благословение. Возможно, ты человек верующий, ты молишься, ты просишь у Господа получить даже, может быть, ответ на какой-то твой вопрос. И может быть, во время вступления пастор или неважно кто, там один из старейшин, или тот, кто делает пороша чего, он дает тебе ответ. Бог посылает тебе ответ через его слово. Вот ты же говоришь, да зачем оно нужно? Я же только приду на проповедь, там вот важно. И ты пропустил. Ты пропустил то, что чего ты ждал, может быть, многие годы своей жизни. И я уверен, что каждый из вас знает, что иногда одно слово может изменить твою жизнь. Иногда приезжают проповедники, гости проповедуют. Ты думаешь, блин, вот он проповедует, проповедует. Ну как-то не связано с тобой, с твоей ситуацией. Вся его проповедь, может быть, даже не очень интересная или еще что-то. И вдруг под конец он говорит одну фразу. Ты говоришь, йоу, вот оно, вот оно, что мне требовалось. Я это так долго ждал. То, что вдруг дает тебе силы, дает тебе новую надежду, чтобы двигаться, дает тебе откровение, куда тебе идти. Но если ты чем-то пренебрегал, то, естественно, ты это пропустил. Это вот один еще из примеров, когда мы допускаем себе какие-то вещи. У каждого из нас, у каждого человека, и верующего, и верующего, у него есть какие-то принципы, у него есть какие-то икроно, да. Есть что-то, особенно у верующего, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, как нужно себя правильно вести, что мы делаем, к чему нас призывает Господь. И каждый раз, когда мы переступаем свой принцип, есть где-то осуждение, Господь осуждает. Но вопрос, что ты с этим делаешь? Возвращаешься ты ли назад, чтобы сбалансироваться, либо продолжаешь поступать все так же. И знаете, для вот этой вот духовной войны, в которой мы находимся, для врага это большая радость, потому что это каждый раз какая-то дырочка, какая-то трещина, какая-то пробойна в нашем вооружении. И потом, когда ты идешь на войну с дырявой шляпой со своей, со шлемом, и твоя кольчуга вся облезла и заржавелая, и в ней какие-то целые дыры, а твой меч, который должен резать и колоть, он настолько затупел, что, я не знаю, можно им просто так махать и тренировки проводить, то, естественно, ты уже воевать ни с чем не сможешь. И для врага это супер. Это то, что он и пытается с нами сделать. Потому что мы сами ломаем свои же принципы, принципы Божьи иногда даже, которые для себя в какой-то момент поставили. Еще вам дам пример. То есть больше сегодня я хочу примеров дать. Это примеры реальные с нашей жизни. Примеры, которые касаются, может быть, даже подростков. У многих здесь есть дети-подростки. Говорит, пойду я, мама, сегодня ем шиши, с друзьями выйду погулять. С подружками выйду погулять. Не важно, парень, девушка. Ты говоришь, ну ладно, нормально, упросил тебя, пошел, вернулся. Очень поздно. Или под утро. Или еще когда-то. У каждого разное свое время. Думаешь, ну как бы, ну вроде ничего страшного. Потому что человек, естественно, он тебе говорит, да ладно, я знаю, у нас завтра собрание. Я встану. Я обещаю, я пойду. Я все, вот как штык, вот утром в 9, в 10, там как надо, я проснусь, и все будет нормально. Но когда наступает вот это вот утро, ребенок никакой, начинаются задержки, опоздания. А иногда и говорит, не, мама, я вообще не хочу, папа, я не хочу, я вообще не выспался. Мне вообще плохо. Но даже если он и взял себя в руки и пришел, он сидит так и в потолок смотрит. Он не может сосредоточиться ни на чем. Просто не может физически, даже если и хочет. Потому что он всю ночь не спал, у него нехватка силы. И это происходит не только с детьми, это происходит со взрослыми то же самое. Ты можешь насмотреться, сидеть, фильмы целую ночь. Или играть в компьютеры, или я не знаю, кого еще, какие хобби. И я это знаю даже сам на себе. То есть ты думаешь, ем шиши, завтра шаббат, день отдыха, я всю неделю пахал. Хорошо, хочу как-то. У каждого есть свое хобби, когда он хочет хоть как-то вылить энергию, чтобы расслабиться. Ты раз включил кино, например, или сел там, играешь в какую-то игрушку, я не знаю. Отдыхаешь, может там что-нибудь еще делаешь за компьютером, какую-то программу или еще что-то. И тебе это удовольствие дает, тебя это расслабляет. Вдруг 12 ночи, час ночи. Ты же думаешь, ну завтра же хофишь, хофишь же завтра. Собрание, да, оно есть, но хофишь же. Значит, можно сегодня попозже посидеть допоздна. И так в 2 часа лег спать, утром просыпаешься, нормально встал, попил кофе, приехал на собрание. Потом сидишь так, думаешь, что он там говорит, про что вообще проповедь была, что произошло, где-то глаза закрылись, где-то упорно так напрягаешься, чтобы глаза не закрылись, поддерживаешь руками. Спички не пользуемся, друг, увидят же все, как так, можно. Но ты не будешь себя чувствовать нормально. А это все от нас зависит, поэтому мы должны, как верующие, нам следует, я бы сказал, контролировать себя. Мы понимаем, иногда не понимаем, к чему это может привести. Но, к сожалению, оно повторяется, мы это допускаем, и оно начинает повторяться вновь и вновь и вновь и вновь, какие-то вот такие-то вещи. И знаете, это касается всего в нашей жизни. Я вот дал какие-то примеры насчет собрания, но это также касается и нашей молитвенной жизни. Это также может касаться чтению слова. Вот сегодня Савелий бегал с кубиком-рубиком, разобранным. Подошел раз, дал его Моаян, она его тык-тык-тык-тык за две минуты собрала. Думаю, вау, классно. Я ее когда-то научил это делать, но если мне сейчас дать, я не соберу кубик-рубик. Почему? Потому что мы что-то где-то выучили, а потом проходит время, и если ты не практикуешься, ты забываешь какие-то вещи. Если кто-то когда-то был спортсменом и мог там, я не знаю, определенное расстояние прибежать за определенный промежуток времени, то сегодня, возможно, он этого даже в половину больше времени не сможет это сделать. Потому что ты, Лёба Кошет, ты не в тонусе, ты не в той форме. Согласны со мной? Потому что нужна где-то практика, нужно практиковаться. И как ты можешь схватить меч, чтобы идти воевать, или поднять свой щит веры, если ты никогда этого раньше не делал? Это будет проблемно. Я вам расскажу две истории. Все знают, да, что мужчины, там, женщины ходят в Милуин. Я помню, когда-то пошел, меня позвали в Милуин, уже там, не знаю, года два, может быть, не ходил, достал ботинки, одел, взял всю форму, поехал. Не успел доехать до базы, выхожу с автобуса, у меня, бам, подошва отвалилась, вся подошва, все ботинки раскрошились по кусочкам. Я иду вот так вот с голой ногой, то есть сверху ботинок есть, а снизу нету ничего. То есть я не успел доехать до базы, как вся обувь развалилась. Но если бы я в ней ходил каждый день, или раз в месяц, и чистил ее, и следил за ней, то этого бы не произошло. А в другой раз мне пришли, я был механиком машин. Раз, не знаю, в три года вдруг меня вызовут, я приезжаю, и какая-то там ситуация, говорит, давай, давай, быстрее, пошли, пошли, починишь, надо вот, вот машина не работает, иди сделай что-нибудь. Я говорю, что я сделаю, я не знаю вообще, что с ней делать. Я за все там семь лет, которые я в Милуин хожу, меня этому один раз теоретически где-то что-то про машину рассказали, практически я никогда не делал, и меня не учили даже, что надо с ней делать, и как чего узнавать. И я все время, знаете, боялся и думал, а если это война? Потому что война была. А если это война, и вот я в такой ситуации, и там солдаты, и там стреляют, и тебе надо прийти, починить и вытащить машину, а ты не готов, я говорю, я не знаю, идите кого-то другого попросить. Реально не знаю, даже если сильно и хочу, я не могу, у меня просто нету навыков, потому что я никогда не практиковался это делать. И то же самое касается, друзья, нашей веры, наших шагов веры, нашей реакции на различные ситуации. Допускаем ли мы страх, или мы допускаем и держимся крепко за Господа. Это тяжело. Но если мы не практикуем это, то, естественно, в тяжелой ситуации, которая здесь написана, бьем ара, в этот тяжелый черный день, мы не сможем среагировать так, как нужно. И это очень обидно, потому что из-за нас могут пострадать также и другие люди. И вот Господь призывает нас, чтобы наше оружие, оно было всегда в готовности, чтобы оно было всегда исправным, чтобы мы знали, как действительно реагировать нам нужно. И, как я уже сказал, это касается разных сфер в нашей жизни. Мы должны себя приучивать вот этой вот постоянной практике. Писание нам все время говорит, используя такое слово на еврейском, отмада, как бы постоянство, пребывать в чем-то в постоянстве, то есть постоянно что-то делать, чтобы был у нас вот этот вот навык. И если это слово, если ты читаешь слово Божье, чтобы это было в постоянстве, то есть поставьте себе какую-то программу, я не знаю, или может быть у вас какая-то другая идея, что вам нужно сделать, чтобы вы постоянно практиковали себя в чтении слова. Написано, что вера наша от слышания, от слышания от слова Божьего. То есть как моя вера может укрепляться, если я не читаю Писание? Если я не слушаю Писание? Если я не ищу ответа в Божьем Слове? То есть моя вера, она не будет укрепляться никак. Поэтому Павел зачастую пишет, назидайте себя псалмами, если тебе плохо, пойте, молитесь Господу. Ишуа противостоял в своей войне, когда он был испытуем от дьявола Божьим Словом. То есть поэтому нам важно знать Божье Слово. Многие из нас не раз, думаю, задавали себе такой вопрос, особенно когда, может быть, были помоложе в вере. Ты говоришь, а что мне сказать? Вот он меня что-то спросит, а я не знаю, как ответить. Многие из нас не знают, как ответить. Даже сегодня есть какие-то вопросы, на которых у нас нет ответа. Но есть вещи, на которые мы можем ответить, если мы знаем Писание. Если ты его читаешь и учишь, то естественно, ты сможешь дать определенный ответ. И Господь напомнит тебе. Написано, что я пошлю вам Духа, Он напомнит вам, о чем я вас учил. То есть что значит напомнить? Это значит, вы должны это знать. И даже если где-то подзабыли, Он напомнит. Но если ты никогда это не учил, не практиковал, и не делал, и не знаешь, то нечего напоминать. Понимаете? То есть нужно знать. Нужно углубляться в Слово Божье. Домашние группы. Мы тоже иногда можем этим пренебрегать. О, погода нехорошая, ой, тяжело доехать, вот машина не работает. Как же на автобусе я поеду? Ну, не привык я. То есть есть всегда какие-то вещи, которые, они как компромиссы у нас. И мы даем объяснение, мы находим объяснение, почему этого не сделать. И поэтому я призываю нас, чтобы мы могли искать объяснение, почему мне все равно стоит сделать, даже если не получается. мы думаем наоборот обычно. Какое объяснение я придумаю, какой предлог мне найти, чтобы не сделать. поэтому читаю стихи здесь дальше в этом эфесянам. после всех вот этих оружий, которые он исчисляет, Павел говорит, 18 стих, молитесь всеми молитвами и взывайте Господу во всякое время, так как вас побуждает дух. А для этого бодрствуйте, неотступно и усердно прося за весь народ Божий. Опять Павел как раз вот об этом говорит. Есть, во-первых, сила в молитве. Сила в молитве. Он говорит, делайте это бодрствуя, со старанием за весь народ Божий. И вот одно из оружий, не защиты, а именно оружий, это когда мы можем молиться за Божий народ. И вот сегодня Леон, когда говорил, есть верующие с той стороны, есть верующие с этой стороны, есть верующие там, есть верующие даже внутри общины, и вдруг из-за каких-то вещей, серьезных вещей, происходит разделение. И это то, что на выгоду нашему духовному врагу. Нет ничего, что происходит физически, просто так. За каждой вещью есть, стоит какая-то определенная духовная сила. И враг, он хочет разделить нас. Он хочет разделить Божий народ. Он хочет разделить вот это Божье тело и организм, чтобы он не мог функционировать. Поэтому Павел говорит, молитесь за Божий народ. А Божий народ, это не какая-то определенная община. Это не только еврейский народ. Это все тело Мессии, разбросанное по всем городам и по всем странам земли. И поэтому есть сила в молитве, чтобы Бог открыл глаза, чтобы Бог даровал единство всем людям на земле, всем верующим на земле. В этом есть сила. Молиться о пробуждении, потому что враг иногда усыпляет просто нас. Молиться о пробуждении, чтобы наша духовная также сила могла восстать в людях. И это имеет действие. И он говорит, делайте это с усердием. И я думаю, речь даже не только о молитве, но и о многих вещах, о которых я вам сейчас говорю, чтобы мы могли стремиться к Господу, приближаться и делать определенные вещи с усердием. Не почему не надо, а наоборот старание и усердие. В «Эфесянах» в первой главе, это еще такой третий пунктик, который я хочу поднять. В «Эфесянах» в первой главе Павел говорит, «Я молюсь, молюсь о вас всех, чтобы вы получили откровение о Божьей надежде». И ты думаешь, как это так? Немножко странно. То есть он пишет людям верующим. Верующим, которые познали Господа. Это написано в 17 стихе в первой главе. «Пусть Бог Господа нашего, Ишуа Машиах, Отец в сиянии славы, дарует вам дух мудрости и откровения, чтобы вы смогли познать Его». Молится, чтобы мы могли познать Его. То есть, если я спрошу, «Вы знаете Бога?» Конечно, каждый скажет, «Конечно, я знаю Господа. Я уже верующий 5, 10 лет, 15 лет. Кто-то больше, кто-то меньше. Но мы же уверовали в Него, значит, мы Его позвали. Познали. А Павел, «Нет, я молюсь, чтобы вы получили откровение, чтобы вы познали Господа». О чем здесь речь идет? Здесь есть два пункта, которые я хочу выделить. Во-первых, чтобы мы не останавливались на том, чего мы уже достигли. Чтобы мы могли приближаться к Господу все больше и больше и познавать Его вновь и вновь. И это важно для каждого из нас. Это не то, что я узнал и все. Нет. Еще, как он говорит, стремитесь, стремитесь более активно. Познавайте Его. Познавайте, какое дарование, вторая вещь, какое Он откровение. То есть просите Его о откровении, о той надежде великой, которая вас ожидает в небесах. Это немножко другая тема, но опять-таки познавать Его и просить Его о откровении. То есть, чтобы Он мог направлять нас в любой ситуации, в которой мы находимся. Чтобы Он мог дать нам откровение о том же Божьем мире, которого зачастую иногда не хватает в наших сердцах. Чтобы Он мог даровать нам откровение, что происходит с нашим вообще снаряжением, где оно у нас пропало, в каком состоянии мы сегодня находимся. Иногда человеку нужно об этом откровение. Иногда нужно откровение со стороны. И я знаю, может быть, сегодня вещи, которые я говорю, есть люди, которым даже это больно слышать, потому что их это касается. Но важно говорить об этом. Потому что, друзья, многие из нас, или некоторые из нас, мы просто отдаляемся. в Откровении, когда Ишуа дает свое послание разным общинам, самое последнее, Он ей пишет такие слова, помните, Он говорит, «Я вижу, что ты не холоден и не горяч. Хочу прочитать это, там, в третьей главе, 14 стих. Я знаю твои дела, что ты не холоден и не горяч. Лучше быть тебе либо холодным, либо горячим. Но так как ты только теплый, а не холодный, не горячий, то я изрыгну тебя изо рта моего. Поскольку ты говоришь, я богат, я разбогател, у меня ни в чем нет нужды, а не знаешь, что ты на самом деле несчастный, жалок, нищ, слеп и гол». То есть мы иногда себя как верующий чувствуем в очень хорошем состоянии. Я нормально, я прихожу в общину, я там что-то делаю, я верю, все есть, все хорошо, все нормально. Хорошее состояние, ничего плохого не делаю, не грешу. Писание говорит, но ты теплый, ты потому что вроде и не стремишься прям чего-то делать, не горячий прям как кипяток, не холодный, когда ты понимаешь, блин, я вообще все от Господа отпал, надо мне возвращаться. А ты в таком средненьком состоянии, на иврите это называется пошер, и как раз происходит от этого слова тот же корень леит пошер, это идти на компромиссы. Теплый, это значит идти на компромиссы, это ломать те же свои принципы, которые ты поставил для себя, или принципы Божьи. Ты теплый. Я возвращаюсь к тем всем примерам, которые я привел. И Господь говорит, если ты так будешь поступать, у тебя не остается места, я тебя выброшу просто. И Он ему говорит, ты думаешь, что ты богатый, что у тебя все нормально. Он говорит, ну протри свои глаза. Протри, посмотри на себя на самом деле, потому что ты думаешь, что у тебя все хорошо, но нет, ты гол. Твоя броня праведности с тебя спала. Твой пояс истины, он не держит уже твои штаны, и все свалилось, ты просто наг. Посмотри, говорит, на себя. Возьми мазь и промажь глаза свои. И говорит, и покайся. Потому что то, что происходит в твоей жизни, это неправильно. Тебе нужно обращение к Господу. Говорит, кого я люблю, я обличаю, я обличаю и наказываю тех, кого я люблю. Так будь ревностным и раскайся. Будь ревностным. Это как раз то, к чему я вас сегодня призываю, братья и сестры. Раскайся и будь ревностным. Стремись наоборот делать тем, может быть, уже своим привычкам, которые можно назвать вредные привычки. Стремись делать наоборот. искать повод, чтобы угодить к Господу. Искать повод, чтобы восстановить тот мешок, то оружие, которое Господь даровал тебе. И чтобы оно всегда могло быть рядом с тобой. Чтобы ты был в тонусе, чтобы ты был в силе, с навыками, которые ты можешь использовать вот в этот вот злой день, который может наступить. Враг не видим, он опасен, но у нас есть Божье оружие. Стремись к Господу и познавай Его. Я хочу помолиться. Аллилуйя. Дунай, Господь, Бог наш, ты настолько сильно возлюбил нас, ты даровал нам все необходимое, чтобы жить в этом мире, чтобы приносить людям шалом и чтобы воевать в той войне, в которой мы находимся. И во все дни нашей жизни, пока мы здесь живем, мы находимся в этой войне, Господь. Но ты даровал нам все необходимое. И я прошу тебя, Боже, прости нас. Прости нас, где мы сами намеренно выбросили или отклонили или не приняли то оружие, которое ты даешь нам. Прости нас, Господь, за то, что мы где-то были малодушны. У нас не хватило сил нести все вот это вот. А где-то для того, чтобы вообще вступать в войну. Может быть, мы испугались и убежали. Боже, я прошу, чтобы ты своей любовью, Господь, просто омыл нас, окутал нас, чтобы ты даровал нам твой мир, который превыше всякого понимания, Боже, и чтобы ты даровал нам силы. Даруй нам постоянство и рвение. Зажги в нас огонь, чтобы мы могли быть не теплыми, не людьми, идущими на компромиссы, но быть горячими, Господь, которые познают тебя, которые ищут твоего лица, Боже, и тогда все остальное может измениться в нашей жизни. Я знаю, что это не просто сделать, Боже, но дай нам силы и дай нам твоего откровения. Бышем, Ишуа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok